Добрый день, дорогие зрители, с вами Bassett, и сегодня мы посмотрим на прекрасное 2 на 2 с двумя командами и игроками The House. У нас здесь появляются два Ордена Хаоса, два Легиона, оба представлены одним и тем же штандартом здесь сейчас, и противники у них весьма любопытные. С одной стороны это Эльдар, и с другой стороны это Имперская Гвардия. Совсем необычный союз, очень странный, я бы сказал даже, но в любом случае они объединились против одного однозначного общего врага, против сил Хаоса, которые сейчас пытаются перехватить как можно больше точек и создать себе какую-никакую экономику, чтобы начать распространять влияние темных богов все дальше и дальше. Посмотрим, что у них получится. Один герой это чемпион чумы, чумной дядька, который, в общем-то, будет неплохим саппортом в сражениях сейчас для своих остальных пехотинцев. Другой же взял классического Лорда Хаоса, который хорош как раз-таки в ближних столкновениях, и вот здесь Эльдары уже быстренько занимают целое здание, чтобы от него спрятаться, чтобы не вступать в эту схватку против него. Приходится ему подраться с Варлоком, с Колдуном в данный момент на этом фланге, и чемпион Хаоса фактически должен без проблем его здесь разрубить вообще фактически без шансов. Но Варлок отступает еще дальше, он гонится за отрядом космодесантников, пытается связать их в ближнем бою, и возможно сейчас отличный момент, чтобы привезти на поле боя культистов, которые могут также подрываться рядом с противником, но даже так, по-моему, дамага сурки может хватить, чтобы догнать этого Варлока и таким образом обеззреть героя, но все-таки нет, успел, отступил. Здесь также отступают силы Хаоса на правом фланге сейчас, потому что тут слишком много противника, слишком хорошо зашла гвардия, и поэтому приходится пока тащить Лорду Хаоса слева, хоть как-то сохранить экономику сейчас сил тьмы в этом месте. Да, Лорд Хаоса идет в атаку, здесь есть обычные пехотинцы, обычные космодесантники, которые сейчас бафаются культистами, которые продолжают кастовать здесь на фланге, но проблема в том, что, конечно, Эльдары в здании, они фактически в очень хорошем укрытии находятся, поэтому достать их не получается. Три отряда сейчас в данный момент обычных стражей в наличии у Эльдар, чтобы вот прям максимально сейчас попытаться надавить на противников. Пехота абсолютно стандартная, линейная, без каких-то интересных и других юнитов сейчас, и в итоге действительно командир Хаоса сейчас, Лорд Хаоса, в затруднительном положении, хотя, конечно, он крепненький, у него тысяча хитпоинтов, но все-таки эту битву он вывести до конца не может, из-за очень хорошей оборонительной позиции, которую заняли противники, и поэтому силам Хаоса приходится отступать. Здесь метка, нургла ставится, будет повышенный откил. Пехота, в общем-то, тоже здесь не находится в хорошем положении, укрытиями особо не пользуются, поэтому, конечно, здесь лучше перегруппироваться силам Хаоса. Тем более, против них здесь пехота, этот смертельный корпус Крикс, или как называется, Дефкорп Крикс, да, я не очень помню хорошо, как на русском переводится, да, но это очень серьезные пехотинцы, одни из самых, наверное, культовых в имперской гвардии, по крайней мере, именно этот, эта дивизия, или как это же называть, да, по сути, корпус. Эти бойцы будут здесь сражаться еще очень долго, скорее всего, позицию они так или иначе закрепили за собой уверенно, и культисты, скорее всего, прорвать ее не смогут. Тут будет прям очень мощная оборона, есть домики, где можно также спрятаться, нужно еще бы поставить какую-нибудь обычную линию обороны, да, там, вырыть траншеи, так сказать, но пока это невозможно, здесь прорываются дальше в атаку культисты, вместе с поддержкой космонасадников Хаоса, но Сентинель крепенький, его эти болтеры сейчас не берут, и в итоге пока силы Хаоса просто в очень тяжелом затруднительном положении находятся. Похожая ситуация здесь, культисты уже получили одного чемпиона сейчас, чтобы он мог поддерживать их на поле боя, подрыв здесь почти забирают Варлока, но очень мощный обстрел Эльдар слева, слишком много там сейчас этих солдат, они уже получили дополнительное снаряжение, получили сейчас гранаты для того, чтобы сейчас раскидываться ими активно, и они вот заходят здесь отлично, прямо по одним космонасадникам Хаоса, и Лорд будет за это мстить, конечно, отчаянно будет сейчас срезать этих Эльдар, просто пытаться забрать каждого бойца, который тут попадется ему на пути, и от Рейхон как минимум точно избавляется. Хорошая работа, но отсюда придется уже отступать, конечно, потому что, да, противники пока тащат очень круто, сил Хаоса не хватает, чтобы выбить их отсюда, ну и, может быть, хотя бы на одном фланге хоть какая-то экономика есть, да, три генератора все-таки стоят слева, надо это держать в уме тоже, потому что, да, несмотря на все стулы, даже с него Хаоса все-таки хоть где-то что-то получается, тут турелька была построена, я так понимаю, да, только что сейчас этим чумным чемпионом, посмотрите эту забавную конструкцию, она действительно будет очень полезна, эта турелька позволяет как раз таки справиться с пехотой, может быть, даже отогнать Сентинера сейчас, да, и это, собственно, неплохая бронетная позиция, но все-таки сам факт того, что Хаосу приходится прятаться за турелью, это не очень хорошая новость для их сил, но все-таки это хоть что-то, что позволило им сейчас выбить противника, забрать себе точку с дополнительными припасами живой силы, с дополнительной реквизицией сейчас. Очень важно, конечно, было это сделать, но еще очень важно по очкам догонять, сейчас остается всего 250 очков у сил Хаоса, и это крайне мало, друзья, то есть они за 5 минут матча, они потеряли уже такое количество сейчас, которое может привести к тому, что партия будет просто слита намного раньше, чем хотелось бы. При этом появляется, конечно, здесь уже у Эльдар техника посерьезнее, появляется первая вот пушка, по сути, которая будет сейчас также подавлять наступление Хаоситов на этом фланге, они, правда, сейчас по генератору начинают активно долбить, да, в принципе, их тоже устроит, но в любом случае, конечно, Эльдары готовы к дальнейшему наступлению, готовы к перегруппировке, и вообще к тому, чтобы сейчас даже, может быть, в контратаке противников прогнать, да, забатили сейчас культистов под пулемет, и в итоге культисты будут подавлены, и часть из них, скорее всего, даже погибнет на этом поле боя, отступать просто им сейчас не дают возможности, не разрешают, видимо, и поэтому, конечно, проблемка большая, да, потери, на самом деле, серьезные, начинают они сейчас восхвалять богов Хаоса, три гранаты заходят в это здание, но, конечно, отсюда космонистники Хаоса уходить не собираются, они продолжают перестреливаться, по крайней мере, ну, только некоторые из них стреляют, на самом деле, вот только два бойца, потому что остальные окна туда не выходят, два бойца активно отвечают сейчас, но культистов могут забрать на отступление, и они вот пытаются спастись, но под таким огнем Ульдар, может быть, не получится, и в итоге отряд все-таки уходит в сторону, да, да, неужели, там хип-поинтов нет, рапторы врываются в эту схватку, очень кстати здесь, боже, какое жесткое оглушение происходит у этих бойцов, минус несколько солдат Ульдар, и рапторы здесь задали жару, конечно, на правом фланге, тем временем чумной чемпион тоже смог начать свой прорыв со своей стороны, отлично отбрасывает врагов назад, у него, в свою очередь, тоже есть рапторы сейчас, и тоже два отряда космонистанников, да, ведь, как видите, достаточно жесткая армия, получается, суммарно, да, то есть, и начинается метка Нургла, происходит отхил справа, да, культисты, видите, поклоняются именно чумному богу, и таким образом здесь всячески отрицают любую гигиену, и каким-то образом это восстанавливает здоровье всем этим, как раз, воинам, ну, видимо, потому что Нургл также может даровать какие-то полезные благословения, а не только всякую заразу, да, может быть, это та эльдарская богиня, которая втайне снимает благословение Нургла, и, на самом деле, лечь, да, там по лору есть такой момент интересный, но я не буду в него вдаваться подробностям, чтобы вы не кринжовали сильно, потому что я только-только начал читать книги, и сам погружаюсь в это все дело намного более активно, поэтому со временем качество комментирования с точки зрения лора, оно точно возрастет. Отходят назад сейчас отсюда силы хаоса, морпехи в целом достаточно, извините за морпехи, вот все время вырывается это слово у меня, как ни крути, потому что всем я считаю Space Marines, да, и по привычке, но космодесантники, да, давайте их называть так, космодесантники, они, конечно, достаточно крепко и хорошо держат строй против такой даже армии эльдара сейчас, и в целом, мне кажется, что достаточно даже рано он отступил, учитывая, что часть отрядов имела много хитбойнтов, но это так связано с тем, что игроки просто переходят сейчас в Т2, да, у них уже достаточно большая армия, по 3-4 юнита обычно столько и строится, и после этого уже можно переходить в более мощные технологии. Пока можно посмотреть на прекрасные модельки рапторов сейчас, да, посмотрите на то, как они красиво выглядят эти страшные хаоситы. Гвардия выводит на поле боя сейчас одну химеру. Неплохой БТР, должен здесь поддержать наступление для остальной пехоты, посмотрим, получится здесь что-то серьезное сделать. Еще одна тролль была построена здесь тоже хаоситами, но ее быстро уничтожат, вот рапторы здесь еще получают огромную, посмотрите на эту. Командир рапторов появляется с просто гигантской кувалдой, еще с таким вот Боргенштерном на наконечнике этой палки, да, и вот с таким оружием можно же спокойно разрубить кого угодно. Лорд Хаоса с мечом сейчас продолжает рубить противника, и здесь убивают варлока, к сожалению, его положили, командующего данной армией. Сами сейчас при этом отряды хаоса прорваться не могут, здесь пулеметная точка, которая продолжает подавлять огнем всех окружающих, но беда в том, что они тоже очень солидный сейчас огонь, ее тоже могут отсюда прогнать и выбить, и Эльдары хоть и всеми силами пытаются удержать позицию, надолго их тут тоже не хватит, поэтому, конечно, да, это беда, и это будет большая потеря сейчас для этих войск, к сожалению, да, для обороны, но пока что пулемет все еще держится, да, и все равно, нет, смотрите, смогли они организовать все так, что благодаря правильной расстановке сил сейчас просто все хаоситы подавлены, и они не могут идти в атаку, очень ценно, а очень круто. Силы хаоса здесь получают метку Зинча, у них будет немножко больше урона, собственно, против как раз-таки юнитов в тяжелой броне, здесь таких особо нет сейчас, к сожалению, да, я не знаю, игра считает ли Огринов как супертяжелую пехоту, так-то броня у них не выглядит совершенно тяжелой, да, у них более того, конечности оголены, даже, и поэтому, как бы, кажется, что попадания по ним должны приносить достаточно большой вред, но посмотрим на это дело, как это будет, здесь в общем случае появляется неплохой, здесь плазмоболтер, который очень будет полезен, плазмоган, ну а тут культистов окружают сзади, и Огринович сейчас просто их выпотрошит моментально, большая потеря сейчас для сил хаоса, и для Огринович наступают просто великолепно в этой битве, сейчас забирают большое количество пехотинцев, часть рапторов даже погибает в этой схватке, и в итоге гвардия одерживает уверенную победу на своем фланге, контратака здесь большая, снова рапторы с командующим пытаются сейчас поймать пулемет, поймать эту пушку, да, и скорее всего это получится, да, ее здесь уничтожают в итоге, и это было успешно, Falcon появляется здесь, прекрасный транспортный танк, такой знаете, на воздушной подушке, хороший сейчас будет достаточно против всей этой армии, действительно технику Эльдар мы еще в деле не видели, китпоинтов у него правда очень мало, он достаточно хрупкий, всего 500, но все-таки польза от него здесь будет достаточно солидная, потому что у хаоса просто нет никакой контры на этом фланге, да, просто приходится отступать, пехота пока по-моему вообще без апгрейда в данный момент, поэтому конечно сложновато будет ей сражаться, здесь Турелька сдерживает натиск сил гвардии, но скорее всего ненадолго, потому что Химера обходит с фланга, а Дака там с меткой дзинча, с этими бластерами настреливают очень жестко вполне, да, прям урон хорошенький, проходит по Химере, она же потеряла 2 пятых своих хитпоинтов, надо отступать назад, но Турелька тоже подавила всю пехоту, и позволяет как бы остальным солдатам хаоса спокойно двигаться в бой, здесь еще рапторы перекрывают отступление отряда, гвардии, и в итоге, да, чисто за счет одной туретки, про которую забыл, хаосичность, большая успеха, но бомбы сбрасываются сверху, зажигательные снаряды, но однако космоносадники реагируют достаточно быстро, чтобы просто выйти из зоны поражения, пехота продолжает уходить, но вопрос сразу отступать, но здесь просто очень сильно тупанул сейчас игрок за силы гвардии, да, и просто сольет свой один отряд, минус огрины, элитная пехота слита, очень глупо, да, и силы хаоса невероятно рады такому моменту, такой победе, химера тоже очень сильно рискует своим здоровьем, здесь им нужно давно уже было ее уводить, она, конечно, продолжает сражаться, вдохновлять солдат на подвиги, но это долго не продлится, но, к счастью, она успела отступить на левом фланге, тем временем здесь обстановка тоже не менее простая сейчас для сил эльдара гвардии, тут, смотрите, по очкам уже все становится крайне плохо, но этот фелкон продолжает сопротивление, и, в общем-то, надолго, может быть, сейчас сможет отогнать силы хаоса отсюда, по крайней мере, с культистами он разбирается очень ловко, да, и действительно против фелкона мало что есть в наличии, но кроме, собственно, уже тоже этой метки дзинча, которая делает отряды просто еще и более сильными в перестрелках, сейчас действительно, благодаря этой метке пехота становится просто зверски мощной, и продолжает она сейчас активно стрелять, но, точки, точки, точки нужно отбивать очень срочно, точки падают, сейчас культист один взрывается, здесь был телепорт, да, был пожертвован культист в обмен сейчас на кровоопускателей, когда у них кончится энергия, они исчезнут, это была способность хаоса, которая здесь была как раз таки очень полезна, вот, но, к сожалению, кровоопускатели существуют недолго, все точки были сейчас сняты, но у сил хаоса остается всего 19 очков, они находятся на грани поражения сейчас, и все, что нужно делать гвардии, это добить своих противников один разочек, да, и все на этом, один раз отбросить силы хаоса, и победа будет за гвардией и за эльдарами, но смогут ли они это сделать, это большой вопрос, здесь появляется наконец-таки, здесь страшный этот всадник, Блад Крашер, который сейчас будет отгонять противника, Рапторы снова запускают свой русский рэп, очень шумно, уши болят, но в итоге со всей этой армией, скорее всего, получится прорваться, тут залет какой-то сбоку, еще отряд Рапторов, видимо, на поле боя, снова эти страшные звуки музыки, ада, точнее, не ада, а варпа, но Химера была только что уничтожена, да, добили ее просто обычным огнем, очень круто было сделано, и в итоге Рапторы ведут наступление дальше и дальше, на левом фланге, ситуация тоже очень опасная, точка перехвачена, остается сейчас сколько очков, остается одно очко, один раз нужно перехватить точку сейчас команде Эльдар и Гвардии, чтобы одержать победу, Гвардия прямо сейчас переходит, хотела переходить в Т3, я видел, они нажали на амгрейт, но, видимо, передумали, Гвардия при этом лишилась и Химеры, еще одного отряда Огринов, и это, конечно, были просто возмутительные потери, потому что теперь у Гвардейцев только обычные, собственно, сами пехотинцы стандартные, да, которые, возможно, не смогут справиться сейчас с тем, что будет предоставлять Хаос Эльдар, правда, при этом сам готовится к тому, чтобы перейти в Т3, возможно, логичное решение, да, улучшит свой веб-портал, и, собственно, сможет после этого, возможно, вызвать что-то интересное, какого-нибудь Атара, например, да, но это прямо из Драго, но не факт, что это, конечно, будет сделано, Ситы держат оборону у точки, они не должны ни в коем случае ее сдавать, им просто критически важно не потерять ее, гранаты заходят в дом, ох, какой большой урон проходит по всей этой пехоте, скорее всего, кто-то даже погибнет, здесь может быть даже целые отряды, действительно, один отряд пехотинцев здесь только что ложится, но нельзя отступать ни в коем случае, Варлок продолжает вести всю эту армию в атаку, он лежит здесь и команда, видит, встает, такой, давайте, братья, опушьте, вот, но, как бы, пользы от него мало, понятное дело, но три отряда пехотных с таким фокус-фаером разгоняют неплохо, здесь культистов, и не только, сам лорд командующий хаоса вынужден броситься в сражение, но появляются кровоопускатели, сейчас очень ценная пехота ближнего боя, фактически лучшая пехота ближнего боя, которая в данный момент имеется в наличии у хаоса, где-то еще должны быть чумные пехотинцы, они дома, да, они пока не готовы помочь против техники, но командующий вместе с этими кровоопускателями, в принципе, достаточно силен, и может спокойно разгонять всю эту армию, однако, они были тоже потеряны, потому что они появлялись при помощи способности, да, из культиста, и поэтому, конечно, их больше здесь нет на поле боя, кровоопускатели есть на правом фланге, также здесь позиция держится очень уверенно, потому что у гвардии просто нет сил, чтобы отбить, задекапить точки сейчас, но очень важно, да, чтобы хоть где-то стояла армия, нельзя потерять одновременно сейчас две точки, это важно, вот, но тут как бы это не получится, потому что есть все на страже, слишком много тут сил в наличии, просто слишком опасная тут обстановка, гвардейцы не могут пробиться на этой территории, и очень сейчас все складывается благоприятно для хаоса, но это пока не появится, это три юниты у Эльдар, это самое сейчас опасное, что может произойти, ротация идет в центр, очков все еще много, при этом у сил северной команды, у синих, да, у них все еще 200 с лишним очков, против одного очка, да, и если это очко у нее идет в зрительский зал, то в таком случае, конечно, в принципе, надежда еще остается, но главное не потерять точку, можно терять сколько угодно сейчас юнитов, главное не сдать эту позицию, потому что иначе это 100% конец, потеря не могут быть любыми, да, но главное выстоять, главное не уходить с этой территории, смогут ли они это сделать, да, это большой вопрос, тоже нужно поторопиться, здесь сейчас будет снова потерян колдун, но, фишка в том, что команда северная, на этом моменте просто сдалась, к сожалению, они посчитали, что все, слишком большой лимит накопился, и слишком сложно будет пробить силы хаоса, и по факту, реально, ведь силы хаоса собрали уже очень большое войско, они неоднократно уничтожали силы гвардии, и, собственно, у самого Эльдара нету серьезных юнитов, да, и при этом он теряет своего эскатута, хотя вышел в Т3, но, тем не менее, ребята сдались, такая вот блокадка, друзья, спасибо большое, что смотрели, с вами был Басет, желаю вам всего хорошего, всем пока, и до новых встреч, Субтитры сделал DimaTorzok